Добрый день. Я могу легко общаться с людьми. Люди тоже коммуникационные, но у меня не получается устроить личную жизнь. Я уже знаю, что у меня мужской гормон больше, но как с этим... Смотрите. Мы же с папой начали, да? И теперь... Ну, у меня с папой очень хорошие, поэтому я хорошо зарабатываю. С мамой не было, но после... Телесотерапия тоже была, после этого я с мамой договорились. С мамой, давай все-таки отношения нормальные дальше. Ну, сейчас уже нормальные отношения. С мамой смотри. Вообще, вот кто не замужем, у кого детей нет, это месть маме. Вы признаете это, вы можете этого не признавать, да? Некоторые сюда сидят и смеются прямо в глаза, типа, что ты молочишь, что-то мне тут. Но хочешь ты этого или не хочешь, если у тебя нет детей и ты не замужем, это месть маме. Как не прородить? Надо родить и выйти замуж. Понимаешь? Надо родить и выйти замуж. Многие девочки, они не видят мужчин вообще. Ко мне недавно женщина приходила, она говорит, представляешь, мы пошли там какой-то там тоже какой-то тренинг, там обучение. Их знакомимся, говорит, там с парнями, потом уже в кафе. Она говорит, а вы вообще кто такие? Она говорит, мы с тобой пять дней уже в одной группе учимся, ты что, гонишь вообще? Она их не видела. Они сидели в одной аудитории пять дней, и она их не видела. Что делать, чтобы научиться видеть мужчину? 20 воздушных шариков волшебных. Покупаете вот эти, которые гелевые. Да? Идете на улицу. 20 парням, которые тебе понравятся. И тогда твой мозг начнет считывать людей, которые тебе нравятся. Но если тебе никто не нравится, ходи как дура с шарами дня 3-4, и потом найдешь. Понимаете? Когда-то же надоест с ними ходить. Это ходи как дура с шарами? Если никто не нравится, будешь с шарами ходить? Кто понравится, да. Это тот мужчина, ну как бы, мужчины по-разному говорят, но женщины говорят, я бы вышел замуж, наверное, так, да?